Продолжение следует... 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 Интер, шумный, громкий Интер, проиграл скромному Барри в седьмом туре итальянского чемпионата. Возмущенная публика забросала овощами, больше, правда, томатами, и автобус, и участников той встречи, прежде всего, конечно же, Интер, Барри тут ни при чем. Ну и не посластил пилюлю и вышедший на замену Роналто, хотя он блеснул, конечно же, великолепным мастерством, дав понять, что он перед ответной встречей со Спартаком уже в достаточно приличной спортивной форме, и травма не будет ему мешать здесь сыграть против Спартака так, как он умеет, знает, и как мы это не раз уже с вами видели. Он сделал пенальти и сам же забил, и с его подачи, затем Колонезе забил второй мяч, но времени уже на то, чтобы спасти игру, не хватило. Но, в общем-то, эта встреча вызвала колоссальную реакцию в Италии, и, конечно, прежде всего, было разговоров, хоть отбавляй, вокруг судьбы Джиджи Симони, главного тренера, которого бесконечно снимает, а он продолжает работу. А он на это и ответил. Я, так сказать, не собираюсь никуда уходить, хотя, по последним данным, Максиму Маратти, президент Интера, заявил, что, в общем-то, неделя отпущена, потому что в чемпионате Италии 8 ноября Интеру предстоит встреча не с кем-нибудь, а с Миланом. Вот Спартак, Милан, и, по сути дела, вот в этих двух встречах и будет решаться судьба наставникам. Если все будет у него в порядке, понятно, то тут, так сказать, и вопросы все будут сняты. Итак, Спартак-Интер в Дружниках. Аудитория очень приличная, много, очень много зрителей. Я думаю, 1060 присутствует на этом матче, ответ на матч Лиги чемпионов. Не хочу даже вспоминать ту встречу, тот счет. Это как бы новая игра. Итак, Спартак с мячом, пока на своей половине поля. Я назвал вам составы играющих команд. В составе Интера в запасе Себастьян Фрей, Никола Вентола, Тариба Уэст, Андреа Пирло, Михаэль Сильвестри, Мауро Миланезе. Атакует Спартак, мяч уходит за пределы поля. Я называю запасных, пока, так сказать, потихонечку мы с вами раскачиваемся. И футболисты тут, хотя и знают друг друга, это лучший симоник тренер, понятно, знают друг друга, но, тем не менее, ищут, ищут, где же все-таки могут быть слабые какие-то места в построении или в тактике, которую избрали тренеры на этот матч. Так вот, я думаю, что в связи с тем, что в Интере очень много травмированных игроков, все, что мог, то и собрал под знамена в основном составе в этом матче Луиджи Симонии. Ну и самое главное, не надо забывать об этом и помнить все время, и мы это с вами увидим, Интер будет сражаться от первой до последней минуты как дьявол. Это характер этой команды. Сейчас Занетти очень активный всегда и в подыгрыше, и в атаке игрок, подает в штрафную площадь. Филимонов быстро выбивает направление Робсона. Ну, вы помните, в первом матче, здесь я уже вспомню, как Робсона опекал Торибу Уэст, приклеился к нему, и так весь матч и не отходил. И что не делал Робсон, здесь рядом находился Уэст, и, по сути дела, нашему нападающему так не дался играть как следует. Центральному нападающему московского Спартака. Ну, появились Морьеро и Коэ в составе. Коэ сейчас занял место на правом фланге. Обычно тут работает и Морьеро в чемпионате Италии. И вот у Интера образуется такая, знаете, связка вдоль линии боковой Морьеро, Коэ. И было в одном матче, кстати, против Штурма в Лиге чемпионов, когда на правом фланге защиты действовал и Бергаме. И, в общем-то, в этом варианте не разобрались ни тренер, ни футболисты Штурма. Спартак идет вперед, в одно касание пас в направлении Цингаларя. Опасный момент. Ну-ка, удар будет воротом. Нет, пяткой назад бы надо было пораньше. Теперь перевод мяча на левый фланг, там Тихонов. И борьба за мяч уже в центре, там не получилось. Ну, пас дай! Бей поворотом! Гол! Ах ты какая! Гол, я сказал! Дальний угол. Да, Пальюка выручает свою команду. Молодец, конечно, Пальюка. Правильно сделал, что не стал падать, складываться, как мы говорим, вратарей. Руками отбила и мяч, не пытался это сделать. Подставил ногу по-хоккейному и вот таким образом спас свою на команду. Не получился удар. Мне казалось, что Тихонов будет бить все-таки в дальний угол на ворот. Но, увы. Да, вот первая острая по-настоящему даже голевая атака московского Спартака едва не привела к взятию ворот. Титов отбрасывает мяч назад, Ананка. Ананка пока что на своей половине. Оля. Тут и рядом Гушманов. Баранов пробросил мяч на ход, но не обратил внимания, что там уже зона левого защитника была занята бергами. Потеря мяча Интера. Пас в штрафную. Туда рванул Робсон. Ну, сейчас будет отдавать мяч назад. Баранов, Баранов поперек полет. Сумбаларю. Сумбаларю на левый фланг. Быстенько. Нет, не видит. Подвернулся. Это там 15-й номер нашей Аромащенко. Его не видит. Он бьет хорошо, если еще и не мешает к тому же. Ну, короче, пока счет не открыт 0-0. Вот, посмотрите, как Тихонов с угла площади ворот бил щекой. Вроде бы, как и наверняка в дальний угол. Но что-то вот не получилось. У него мяч чуть-чуть свалился с ноги вовнутрь. И поэтому удар пришелся в ближний угол. Ну, и тут Палюка блестяще отреагировал. Ну, Палюка в матче против Барри вытащил сумасшедший совершенно мяч. Мы вели этот репортаж на спортивном канале НТВ+. Это был прямой репортаж в воскресенье. И потом давали отчет. Сегодня, кстати, он был в эфире, этот отчет. И еще раз телезрители спортивного канала увидели голы, которые были забиты в той встрече. Но вообще в центре внимания оказался матч Вентус-Самдори. Мы продолжаем. 0-0 матч Спартак-Интер с мячом итальянские футболисты. Пас Пауло Соуза. Он был удален с поля в чемпионате Италии. Вот в последней встрече против Барри за пререкание судьей. Вся штука в том, что Соуза блестяще в штрафной площади поймал на встречном движении защитника. А тот сыграл чистую рукой. И судья, находившийся в непосредственной близости от этого момента, вдруг простил Барри и пенальти не назначил. Вот опасный момент, где Филимонов и Филимонов в порядке. Ну вот. И тут Соуза завелся и вот и начал с этого момента беседовать с арбитром. Договорился до того, что кто-то его прогнал с поля за две желтые карточки. Тихонов бросает из-за боковой. Робсон получает мяч. А дальше, дальше. Ну, где-нибудь тут на коротке по-быстрому и вперед. Бушманов с мячом. Пас на правый фланг. Получает мяч Баранов. Я сейчас расскажу вам о том, как по схеме работают будут футболисты. Вот был удар по воротам. Мы ожидали, что будет удар. Подлаживал, подлаживал мяч Василий Баранов. Он левой ногой прилично очень бьет. Ну, тут чуть, по-моему, мячик подпрыгнул. И получился удар выше ворот. Так вот, очень, так сказать, все интересно и замечательно в расстановке игроков. Ну, разумеется, у Спартака Филимоновы ворота. Пока вы смотрите повтор. Ананка играет свободным. Справа Парфеном. Слева Романченко. Впереди Ананка Бушманов. В центре Хавбеков Титов. Справа Баранов. Слева Тихонов. Нам все и тоже известно. А вот между ними, тремя, и нападающими Бузникиным и Робсовым, на Цимбаларь капитан команды. Игра остановлена. Вот, собственно говоря, мы сейчас и видим, как вот эту задумку тренерскую установку выполняют футболисты на поле. Вот Тихонов прорывается. Штрафной удар. Вот с этого места показывает арбитр. Ну, пока пауза скажу, что же с собой по схеме представляет, так сказать, Интер вот в этой игре. Сделай паузу. Тихонов будет сейчас подавать. Пять спартаковцев в штрафной площади. Побежал туда Романченко. Он высокого роста. Сейчас низом подает. Почему так? Ну, зачем тогда побежал туда Романченко? И на опережение не мог сыграть, и верхом ему никто не подал ничьи, потому что мог бы побороться. Бушманов. Тихонов рванулся и остановился, освобождая зону левого крайнего туда, полагал, должен был двинуться Бузникин, но тоже тормознул, и в итоге ничего не вышло в спартака. Итак, Интер в воротах Пальюка. Два защитника центральных, Бергами и Колонезе, как обычно. Галанты справа, Дзанетти слева. Это тоже все традиционно, хотя критикуемо по игре в чемпионате Италии. И тут даже в матче против Ювенкуса, а особенно в матче против Барри, Джиджи Симони, слов даже не находил. Вся защита получила четвертый. То есть, по сути дела, поставлены были колы. Так вот, в середине поля играет Симеон и Пауло Соуза в центре, а по краям Коэ и Морьеро. Морьеро с левой стороны. Ну, вот я рассказывал о том, что Морьеро часто действует справа, сейчас слева. Роналдо Самурано, это два центральных нападающих, как у нас Бузникин и Роцин. Так сказать, по схеме, извините. А сейчас Роналдо. Коэ на правом фланге. Роналдо замахнулся, было ему отдать мяч. Сам сделал финт, тут же в стенку предложил сыграть Пауло Соузу. Тот отыгрался, и тут удар последовал из дальнего. Это бил Симеоне. Он не играл в матче, потому что он был дисплисфицирован против Бари. Сейчас вот здесь работает. Вот сейчас очень четко видно три защитника, четыре, даже пять хавбеков. У Интера вот частенько такую схему исповедуют тоже. Хотя тут и названы Галанта, Бергом и Колонезо, Дзанетти. Четыре защитника, но это не так. Чаще всего три. В атаке Спартак. Робсон с мячом на месте правого крайнего. Пас в разряд будет сейчас подача, если успеет. Нет, молодец, тормознул. Пас. Ну, удар, поворот. Да. Вы знаете, хоть это и Интер, хоть это соперник любимой команды, я с вашего разрешения поаплодирую за этот бросок. Пальюки. Будем справедливы, объективны. И воздадим должное этому блистательному вратарю. Посмотрите еще раз. Уже деваться мячу, казалось бы, нехуй. Он в сетке ворот. Удар в нижний угол. И вратарь среагирует. Причем всегда удары головой необыкновенно трудны, потому что угадать, предугадать, а бил опять Робсом, который к тому же еще здорово играет головой. Так вот, удары головой всегда опасны. Почему? Потому что и неприятно, и трудно, и парировать, потому что невозможно предугадать направление удара. Малейшее движение головы, его иногда даже не заметить, и мяч уже летит в направлении, о котором ты и не предполагал. Ну и вот это исключительно уже только все построено на реакцию, на вот этих качествах физических. Вот они и продемонстрированы были, видимо, так сказать, врожденные качества и приобретенные тренировками. Ну, вперед, Робсон! Да. Ну, в спринте тут, конечно, имел еще и фору защитник, он опередил нашего игрока. Это было не очень хорошо, учитывая зону правого защитника совершенно свободную. Сейчас кто-то вот дает мяч, цимбаларю, цимбаларь бьет, издали удар неприятный, но опять на месте польюта. Играет традиционной своей такой вратарской мальчонке, коротким рукавом, аж даже завидно немножко. В наше время это было невозможно. Спартак отбивает мяч в оборону, Тихонова обрабатывает его, и прямо, не понимая друг друга Ромашенко и Тихонов, мяч отдают сопернику Фоэ. Слава богу, он его потерял, но тут же вернулся, обогнал Тихонова, играет с Соузой. Соуза дальше 17-му, Морьеро, и молодец Телемонов. И сразу же сильный удар в направлении Робсона. Ну, сейчас у Уэста нет Тарибо, и поэтому так персонально против нашего Робсона никто практически не играет, он много маневрирует, в общем, ведет себя очень активно. Ну, а что касается, да, это все-таки те эпизоды, когда Спартак уже во второй раз мог открыть счет, но, увы, польюта есть польюта. Но, если представить, как играет Перуц и Буфон, вратари сборной Италии, если по люку, сам вратарь Дин Удзов, а ныне тренер итальянской команды, не берет сборную и сказал, как отрезан. Нет, и все. А жизнь может взять свою. 0-0 матча. Спартак-Интер в Лужниках на большой арене, и Симеоне идет вперед, пасует мяч Солзе, Солза дальше назад, и передача на правый сланг. Что там придумают футболисты Интера? Ну, нельзя же так ошибаться, это же мы уже видели, вот, и нам это надоело, вот опасный момент. Ну-ка, удар, да, удар, удар. Это удар по воротам, причем Морьеро молодец, честно говоря. Я его хвалю, несмотря на то, что он пробил выше ворот, потому что во мне сейчас уже чистый профессионализм говорит. Я его хвалю за то, что он специально и сознательно бил внешней стороной в обвод голкипера в дальний угол. Ну, подпрыгнул мяч и улетел за пределы кода. Теперь уже Спартак с мячом на левом фланге, Тихоном навешивает на Бузникина. Ну, невысокого роста Бузникина там затолкать, никакого труда не составляет. Робсон в Бузникина на месте центрального попадающего. Борьба за мяч. Илья Цинбаларь не успел. Образовался разрыв между хавбеками линией защиты нашей команды и предупреждение Робсону. Между прочим, его предупреждение. Бушманов, Баранов, Тихонов, Ромащенко, Парфенов. Пять игроков основного состава на поле имеют желтые карточки. Еще двое в запасе. Канищев и Писарев. Вот так. Против четырех из желтых карточек вообще в составе Интера в этом матче. Вентало Уэст в запасе имеют две желтых. Симеона и Морьера в основном составе. В атаке удар поворотом. Ну, слава богу, обошлось. Это Самурану. Бил поворотом. И Филимонова дает мяч налево Ромащенко. Ромащенко левой. Пасует Титову. Титов назад. Ананка. Ананка. Бушманову. Бушманов направлен к Парфенову. Отошел назад сразу же. И вообще вся команда, практически даже Роналдо Интера отошла на свою половину. Передача в штрафную площадь. И Титову надо возвращаться назад. Ну, конечно, я сказал, что очень хорошо, что Титов появился уже в составе. Я не могу утверждать, что он на все 100% готов. Не было вне игры. Можно. Давай, срезай угол. Срезай. Куда ты отдаешь? Ну, бить же надо было. Там же ясно видно было, что игрок закрыт. Отдавать не надо было. Срочно срезать. Надо было моментально угол. Уходить в центр и пить, что есть силы. Спартак третий раз, между прочим, прощает соперника. Это чревато. Так же начинал Спартак и первый матч. Морьеро отдает поперек поле. Пас назад. Это Галланты. Галланты. Против него на правом фланге Баранов. Бросать кто будет? Бросать будет Интер. Из-за боковой. Это Фабио Галланты? Ну, он сейчас там на левом фланге оказался. Галланты. Будет удар по воротам? Нет, точно. Так, ну, довольно часто, это Билл Пауло Соузер, довольно-таки часто Джиджи Симони, Олег Романцев, Джиджи Симони устраивает вот такие вот авторские перестановки. Ну, мы знаем, что Коэ уютнее гораздо себя чувствует на месте правого фланга. Вот здесь вот по коридору вдоль линии он так очень часто и удачно бродит от защиты до атаки. Но вдруг вот в матче с Барри он был на поле и играл слева. Ну-ка, вот это Бузникин в падении пытался опередить и подправить мяч, но промахнулся. Морьеро. Пасует Самурану. Тот вне игры. Титов с мячом. Никто не мешает. А пас вперед надо давать. Это все задержка. Робсон отошел чуть-чуть назад. Баранов с мячом. Титов очень близко подошел с мячом Дзанетти, поэтому попал в ногу. Ну, хорошо так. Все закончилось. Но вот Спартаковцы с мячом. Титов летет кружева. И, ну-ка, можно. Давай, заряжай. Удар по воротам, но в руки от Пальюки. И Пальюка сейчас выговор делает своим защитникам и хавбекам, которые дали возможность беспрепятственно пробить нашему по воротам. Пальюка выбивает мяч точно на ногу нашему. Робсон не в положении вне игры. И против него Галланты. Галланты на месте левого крайнего. Ну, сейчас я повнимательнее стал присматриваться к Галланты. Почему он там на месте левого защитника оказался? Может быть, как раз Галланты получил то задание, которое выполнял Тарифу Уэст в первой встрече против Робсона, играя против него персонально. То есть, другими словами, Робсона уважает. Ну, а сейчас Морьеру отдает мяч налево Самарана. Простите, Пауло Соузи. А Самарана в этот момент поднял руку и рванулся на месте центрального нападающего. Партаковцы мяч перехватили Титов. Титов с мячом идет вперед. Справа Бузникин, но за ним наблюдает. В конце концов, он тормозит, получает мяч. Играет поперек поля с Титовым. Титов мягко набрасывает дальше на дальний угол. Здесь Тихонов. В ней игры нет. Игра продолжается. Пас Цимбаларю. Цимбаларь. Ну-ка, дай, дай Ромашенко только. А, пониже же Цимбаларь ждал, когда тот наберет скорость. И вразрез между двумя защитниками пошлет мяч под штрафную. Потеряли мяч футболисты. Интера пас Робсону. Бей поворотом. На замахе. Ну, еще нет. Много народа. Надо отдать направо. Робсону не надо было трогать этот мяч. Удар поворотом. Низа мяч летит мимо. Оставить надо было мяч Баранову на месте правого крайнего. Согласитесь, был один. И немножечко нервничает Польюка. Его легко понять. Потому что ему достается. И публика. А сейчас уже почти полный стадион. У меня, знаете, аж даже сбилось дыхание от восторга, чтобы публика пришла поддержать Спартака. Я же представляю, как вы его поддержите. 15 миллионов в России болельщиков московского Спартака. Тихонов с мячом. Навес на площадь ворот. Туда еще борьба за мяч. Вне игры. Все правильно. Судья на линии поднял флажок. Вне игры. Ну, звездный состав Интера. И я об этом говорил. Джиджи Симони. Которого уже, так сказать, изрядно откритиковали, по-моему, лет на пять вперед. За эти неудачи в семи турах итальянского чемпионата. Так вот, действительно, в команде, во-первых, не играет все еще Роберто Баджо. С именем которого связывали так много надежд. И пара Баджо-Роналдо должна стать вождем сезона в итальянском чемпионате. Ну, вот, один был травмирован не в порядке еще после чемпионата мира. Сейчас либо отошел Роналдо, он играет. А вот Баджо все никак. Альваро Рекоба тоже на пару недель вышел из строя. Уругваяц. Он часто выходит на замены и часто забивает, между прочим. Аарон Винтер из-за двух предупреждений. Это основной игрок, хорошо разрушающий. Пропускает игру. Ну, и надо, конечно, вспомнить за Элиаса, того самого, который вот в прошлом сезоне Лиги чемпионов нас однажды обидел. 0-0 по-прежнему в матче Спартак. Интер в Лужниках попало по ноге Робсону. Не очень даже прилично. Не очень вижу прилично. Ну, вот видите, Пауло Соузо. Вы видите еще Колонезе. Колонезе, кстати, забил гол в ворота. Барри как раз все сделал для этого. Для этого Роналду троих обыграл, пройдя полфлангу. Да, ну, тут вот что произошло. Здесь неумышленно совершенно Дзанетти ударил по ногам. Или Симеоне. Симеоне. Симеоне ударил сзади по ногам Робсона, потому что ему показалось, что он успевает раньше нападающего Спартака к мячу. И замахнулся, как, ну, сильнее подальше отбить мяч. Но в этот момент Робсон закрыл мяч Кокусом и чуть-чуть его увел из-под ног соперника. И Кок не по мячу попал, а прямо по ногам. Ну, я вижу массажиста московского Спартака. Блестящий мастерос. И тут я еще вижу Санитаров. Я вижу и Юрия Василькова, врача, уже много лет работающего в Мальке Спартака. Он опытного, очень опытного доктора. И, конечно, от его искусства многое зависит здоровье игроков московского Спартака. И Ромащенко бьет сильно по месту левого крайнего вперед. Там Бузникин. Но перед Бузникиным был игрок, который отыграл мяч в штрафную. Он прометчиво немножко. Атака Спартака продолжается. Смотрим Китов. Цинбаларь. Пас. Подключился на Ромащенко. Ромащенко левой бьет. Я чувствовал, что сейчас будет бить поворотом. И вот вышел Робсон. И тут готов уже был мяч перехватить. Но он летел очень сильно. И за боковой. Ромащенко левой бьет мяч в игру. Француз, играющий за Интер. Выскочил там, по-моему. Ну да, из ботинка выскочил Морьера. Но быстро натянул Буцу. И было нарушение к тому же правил. Судя это зафиксировал. Сейчас штрафной. И Интер вводит мяч в игру. Пас Морьера. Морьера на месте правого окраина. Морьера Коэ. О чем я и говорил. Вот опасный момент. Ой-ка. Ну еще не давай бить. Вот на чем мы и попадаемся. Дайте отдышаться. Отлегло немножечко. Слава Богу. Пошли дальше. 0-0 и потеря мяча. Паула Сауза. Я даже забыл, честно говоря, о времени. Сколько они там сыграли в первом тайме. Но пока счет не открыт. 0-0. Спартак с мячом. Но быстрее. Корпус поставит. Выкрой мяч. Бузникин справа открывается. Титон пас не отдает. Ему. А Тихонову. Тихонов. Сымбаларю. Сымбалари. Тихонов очень хорошо сыгранный. Понимает с полуслова. Но Сымбаларь немножко, по-моему, пережал. Но сейчас удары издали. Разряжает обстановку. А Нанко посылает мяч выше ворот. Это удар в пользу. Интера. 0-0. Удар от ворот. Полюков ведет мяч в игру. Не спешит, разумеется. И понятно. И правильно его делает. Если по игре профессионально разбираю. Потому что Спартак сейчас поддавливает. И надо немножко уже дать. И Спартаку успокоиться. И Интеру. 0-0. Напряженнейший, согласитесь, поединок. Напряженнейший. Я представляю, как вы все переживаете. Вы знаете, вот я сейчас смотрю на стадион. На красавец стадион. На трибуны. Только совсем-совсем немного свободных мест. Вот так на боковых закругленных трибунах. Под самой-под самой крышей. Все остальное забито до отказа. Даже там я вижу где-то и в проходах, и на наличных переходах тоже находятся болельщики. В атаке. Интер. Пас опасно. Молодец. Сейчас Ромащенко отбивает мяч. Тут и дальше еще его отправляет на угловой. Баранов угловой у ворот московского Спартака. При вот таких вот стандартных положениях штрафную соперников обязательно приходят центральные защитники. И очень часто Дергоми. Причем он всегда направляется прямо к вратарю. Вот и сейчас. А нет. А судья показал, кажется, нет. Бросать надо их за боковой. И Дергоми по прямой побежал назад. Опасно? Хорошо. Хорошо Ромащенко отреагировал. Отбил мяч. Толчок в спину. Штрафной выполнил Спартак. Ну быстрее, быстрее, быстрее. Да. Ну хитрецы все знают. Один другому мяч передают. Маленькие футбольные хитрости. А в итоге успевают футболисты Интера отойти на свою половину. Спартак идет вперед. Будет удар издали. Не получилось, потому что близко подошел к защитнику. А вот попытка Тихонова послать мяч в штрафную и туда навесить для борьбы, увы, не получилось. Я все-таки ловлю себя на мысли. Вижу, что поле все-таки не очень ровное. Заметили, что очень часто мячик скачет по полю. И вот я согласен, и Романцев, я вам отвечаю, говорит о том же, о чем только что мы с вами побеседовали. И продолжаем, продолжаем. 0-0 Спартак Интер. Идет вперед Морьеро. Морьеро на правом фланге. Морьеро Коэ. Ну вот та связка, о которой я вам говорил, она так и в конце концов образовалась. Коэ-Морьеро. Я вспомнил об этом Джиджи Симоне, разбирая матч с Интером. Очень трудный для Интера в Лиге Чемпионов. Когда, ну вот вы знаете, я видел эту игру очень хорошо. И да, кстати, я ее комментировал на спортивном канале НТВ+. Я вам должен сказать так, что штурм должен был забить мяча три. Ну верных просто-таки. У меня такое сложилось впечатление. Даже потом с Олегом Романцевым обменивался впечатлением. Он говорит, ты знаешь, ты прав, потому что впечатление создалось такое, что они говорят, что же мы тут натворили. Они сами этой дерзости испугались. И в конце концов все-таки Интер дожал к тому, что бьются до последнего. Сейчас много игроков Интера в штрафной. Будет борьба за мяч. Ну-ка, Филимонов, поработай как следует. Молодец. И тут же Солзе или Саморано помешали ему. Это Саморано помешал ему выбросить быстро мяч рукой. Опять попало симпатичному Робсону. Он показывал, что его головой ударил соперник. Ну, полагаю, что все нормально. Сейчас штрафной выполняет Спартак. Счет не открыв 0-0. Первый тайм. Прямой репортаж на канале НТВ, спортивном канале НТВ+. В большой спортивной арене стадиона Лужники. Спартак правым флангом атакует. Пас поперек поля. Парфенов отдал мяч Титову. Титов еще дальше. Робсон. Робсон оставляет ему мяч. Но бить неудобно. У штрафной площади и штрафной очень цепко и внимательно действуют защитники Интера. Причем в районе мяча очень здорово, поверьте мне, разбирают игроков с тем, чтобы те не могли развить атаку, сыграть стенку. Знают манеру московского Спартака, умение сыграть на коротке. И таким вот образом они лишают оперативного пространства, времени наших футболистов. И поэтому и многие хорошие, симпатичные атаки до логического завершения спартаковцам не удаются. Не доходят, потому что оборона действует очень цепко. Вот та самая линия Интера, которая так критиковалась в последнее время, вот сейчас действует, конечно, и вратарь Пальюков. Вы помните, пару раз спасал свою команду. Ну, вот штрафной удар. Тут Бенуакуэ получает желтую карточку, совершенно справедливо. Наконец-то судья, так сказать, уже более жесткие меры применил. Пока увещевал, а вот сейчас уже, вроде бы, как и пора честь знать, хватит. Так, пока с мячом Ананко. Ананко с мячом. Потеря мяча совершенно, согласитесь, неоправданная и быстрый переход от обороны к атаке совершает Интер, но опережает Роналду наш игрок. Очень здорово при этом. Это Парфенов. Парфенов сразу же уходит на место правого гранина. И тут же впереди Бузникин. Здесь Робсон. Слева Тихонов. Правым флангом Парфенов подключается к атаке. Мяч прыгает. Не кстати совершенно. Потому что возможность была для удара поворотом. Не получилось из-за того, что мяч подпрыгнул. Снова Парфенов. Снова пас на правый фланг. Баранов. Баранов уходит в центр. Парфенов заменяет. Идет на правый фланг. И вот тут надо было пяточкой. Легко, свободно. В итоге потеря мяча. И между левого крайнего. Вот вперед Дзанетти. За Дзанетти надо глаз на глаз. Держать у Хавостров. Потому что, во-первых, бьет очень здорово. И может забить дальнюю дистанцию. Второй очень активен. И лишний игрок у нас там впереди. Он никому не нужен. Ну что ж. Появились. Руководители, как говорили мы, партии и правительства. Что и приветствуется публикой. Итак, Спартак играет с Интером пока в ничью. 0-0 в первом тайме. Премьер-министр. Будьте любезны. Я вам скажу. Заложив два пальца, он свистит. Как настоящий голубятник. А вообще, как настоящий болельщик. Молодец. Так. 0-0. Пас Романщенко. Романщенко на месте пока что левого Хавбека. Некому отдавать. И вышел из обороны. Бушманов можно было поперек таким акцентированным пасом. Не надо только вот так играть. Я вас умоляю. Самарана, Роналду. Это шутки плохи. Мы помним первый матч. Цимбаларь. Ну вот чем вы объясните вот эту потерю мяча Симеоне? Отдает Морьеру. Морьеру в одно касание. Ну тут и не видел этого паса Рональда. И готов был выйти. Я вижу Филимонов из ворот на перехват. Спартак быстро организует свою контратаку. Титова сваливают на поле. А вот быстро на левый фланг. Тихонов там один совершенно был. Титов с мячом. На правый флаг. Нет. Ушел в центр зачем-то. Баранов сужая фронт атаки. Этого не надо было делать. Пасы ноги. Тут так бесполезно пробиваться. Надо что-то такое предпринять другое. Растягивать оборону все время. Ну вот наконец. Давай Титов. Бей. Бей. Бей быстрее. Да нет. Ребятки. Так польюку не обыграть. Или ближе подходи. Ну и что есть силы. Или уже тогда наверняка и подальше и получше. Вообще вратари не любят сильно низом и выгодом. 0-0. Ананка. Бушманов. Быстрее. 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 И подальше от линии обороны мяч. Вперед. Робсон. Баранов. Неудачно обработал мяч. Как от стенки он отскочил. Передача еще раз на правый фланг. Робсон состязается в скорости Гзанетти. Гзанетти. Попроворнее оказался. Тихонов. Нет. Саморано. Морьеру. Саморан на месте правого крайнего. Возьмите поплотнее Рональдо. Рональдо, Рональдо, подойдите к нему. Пас налево. Занетти. Навесная передача по диагонали. Филимонов. Молодец. Все. Не трогай. Ах ты. Мяч бы ушел за пределы поля. Атака угловой. Значит, молодец, да, что вышел, добрался до мяча. Но вот кулаком сыграл. Это искусство, скажу вам. И над такими приемами работать надо все время. И вот куда, в центр. Только сюда, во фланг. А получилось, выбил прямо на правлении Коэ, а тут сбросил мяч Саморано. Саморано с разворота, может быть, даже не видя ворот. Так, чувствуя, пробил. Хорошо обошлось. Но он наш зачем трогал. В итоге угловой. Бергами тут как тут, у вратаря там толкается. Навесная передача. Молодец. Филимонов. Сейчас все правильно. Ловить не надо было. Это опасно. Мало ли что. Еще один угловой. С той же метки. 0-0. Много игроков. Интера. Баранов. Ну, набирай скорость, уходи. Его догоняет Саморано. Пас на правый фланг. Цимбаларь не успевает. Это быстрее оказался Колонезе. И тут же отошел назад. Но пока Колонезе там боролся, я сразу же обратил внимание краем глаза, периодическим зрением. Тут же Бергами пулей отлетел на место свободного защитника. Хорошо. Вперед. И быстренько на поддержку. На поддержку. Ах, Титов не успел к мячу. Какой хороший момент был. Не игры? Не игры, да. Это Рональдо. В офсайде. И мяч уже в игре. Ромащенко. Вот, понимаем. Ромащенко с мячом выходит из центрального круга. На половине поля пасует точно. Своему получает от него мяч. Тихонов. Нельзя подходить близко вот к таким, как Куэ, Морьеро, защитникам. Потому что они очень цепкие в виде наборства. Поэтому чуть-чуть вытянул его на себя. И тут же пас. Все, отыгран. Простая игра. А только приблизится. Очень жестко повторяю. И самоотверженно играют защитники. Но тут, конечно... Надо наказывать Морьера по полной программе. За то, что вы видели. Я так не могу. Не назначил сразу... Штрафной назначенный желтый металл Паулу. Слово за стенки. Удар поворотом, но в руки. Такие удары, конечно, веселят публику. Но для вратарей они особо в трудности не представляют. И поэтому, а тем более, в воротах Паулука. Они только лишь укрепляют вратарей. В том, что у них все в порядке. Уверенность. И они разыгрываются. Потом очень трудно бывает пробить балкитеров. Титов. Обратный пас. Направо с Барановым. Нет. Разворачивается. И тут Бушманов. Все дальше. Пошире, пошире. Робсон ушел на место левого крайнего, уводя защитника. Тот за ним, правда, не пошел. И дальше Титов. Дальше Баранов. Баранов Цимбаларю. Цимбаларь Титов Баранову. Баранов схода. Опять мяч прыгает. И опять летит мимо после удара. Я виден, конечно, не только состояние футбольного поля. Это уже, так сказать, наша беда. Наверное, менять надо будет, конечно, этот газон. Виктор Самохин, помощник Романцева, рядышком справа от него. Да, Писарева, конечно, не хватает. Писарев не очень здоров. Поэтому его с самого начала и не поставил в состав Олега Романцев. Он в запасе. Милешин, Камищев, Горлюкович. Сметанин в воротах. Потеря мяча. Спартаковцы ждали штрафного. Видите, куда отошел Роналдо. Я думаю, остается не так уже много времени до окончания первого тайма. Я, честно говоря, даже за временем и не наблюдаю. Так захватывает игра и так всего жду, жду подвига спартаковцев. Но вот никак, никак хорошо сыграл Ананка. Молодец. Напередил Самарану. Баранов бьет, попадает соперник. Из-за боковой ведут спартаковцы мяч в игре. 0-0. Тяжелый матч, а? Другого мы не ожидали. Я напомню вам о том, что сегодня другая пара играет в нашей группе. Штурм принимает Реал. Штурм есть за что побороться. Неловко было в предыдущей встрече против Реала проигрывать так крупно. 1-6, конечно же. Неловко возвращаться было домой. Понятно, проиграли королевскому клубу. Команда, которая там поймала вдруг игру. Остановить ее было просто невозможно. Но все-таки, все-таки. Так, навес. Борьба. И Робсон прибежал в штрафную помогать своим. Из-за боковой ввели мяч футболиста Интера. Морьеро. Против него Тихонов. Диагональная передача. Иван Самарана. Хорошо сыграл Баранов. Отбил мяч. Но заметьте, правда, рядом с ним. А, это Баранов вот сейчас на месте правого защитника. Я извиняюсь. Это в падении красиво отбивает мяч наш игрок за пределы штрафной. Это Спартак. Вот Спартак так. Вот когда еще точнее чуть-чуть, то тут как бы на загляденье. В Бергаме. Морьеро. Симбаларь. Ну, правильно. Паузу сделал. Давать некому было. Ждал, когда его друзья рассыпятся веером. И последует потом пас. Но догнал игрок Интера и толкнул спину. Таким образом штрафной в сторону ворот. Пальюки. Пальюка дает указание дальше линии штрафной площади. В штрафную не входить. Тоже все верно. Таким образом пространство у вратаря образуется. Но наши не стали посылать штрафную. Сыграли поперек поле. Парфенову отдав мяч. Там Робсон. Робсон. Не догонит. Он не горинчен. Удар от ворот. Да. Проверил автопокрышки фирмы Континентал. И побежал в поле. Ударив по счету. И удар от ворот. Пальюков вводит мяч в игру. Счет не открыт. 0-0. Первая половина встречи. Вот Пальюков выбивает в центральный круг. Подхватывает Паула Соуза. Внешней стороной здорово отдал мяч Роналда. Тот не очень обработал здорово. Но потом отскочивший от него мяч подхватывает Самарана. Самарана на месте левого крайнего. Рядом двое наших баранов и Ананка. Борьба за мяч. И что чем заканчивается? Угловым. Угловым у наших ворот. И что Бергами? Да. Я уже смотрю за Бергами. Можете даже не смотреть. Верить. Бергами бежит в штрафную площадь. А оставляет колонезы на месте центрального защитника. В центральном круге все наши на своей половине. А впереди лишь Бузникин. И там третий номер колонезы. Вот навесная передача. Где Филимонов с Дова. Вот сейчас класс. Ну-ка там быстренько взяли игроков. Ну куда ты, родной, что ты делаешь? Фу. Боже мой. Нет. Если мы ничего-нибудь не придумаем, то я вам даю слово. Так? Нет. Нет. Не хочу сглазить. Без комментариев. Ладно. Роналдо. Симеоны. Ой, хорошо, как Тито. Молодец. Влево Робсону. И быстренько опять на подмогу там. А вы заметили, как быстро сближается. Ну, 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 ну. Еще точнее. Точнее. Раньше пас. Раньше пас там. В дни игры было. До того, как сыграл рукой футболист Интера, о чем сигналил наш Ромащенко, вне игры был игрок. И поэтому нарушение раньше. И поэтому от отсюда пробили наш свободный. Симбаларь. Ананко. Ананко решил прогуляться к штрафной площади соперника. Титов с мячом. У вас не остается ощущения под занавес первой половины, что спартаковцам немножко не хватает скорости. Нет нарушения. Все по правилам. Упал Бузникин, споткнувшись о мяч. Показывает Урсмайер. И за боковой бросает Интер. Да. Но если мы смакуем этот эпизод для того, чтобы проверить нашу нервную систему и состояние здоровья, от всей души благодарю нашего режиссера. Ну вот. От Робсона отлетел мяч. Жестко его останавливал. И в итоге, ладно, так все получилось. И за боковой Спартак бросает Ромащенко. Вводит мяч в игру. Дальше. Дальше что? Так. Хорошо. И быстренько вперед. Рональдо побежал на перерез Китова. Китову-Китову играет с Барановым. И штрафной зарабатывают спартаковцы. Ну-ка. Собейтесь-ка там вы в штрафной площади большим числом. Поборитесь за мяч. Остается совсем немного времени. Совсем немного. Может быть что-то и получится. Потолкайтесь, пободайтесь. Что-нибудь и пройдет. Так. На вес. Борьба. Прыгай головой. Вперед. Нет. Это раньше сделал Пальюка, но руками сыграл. Здорово на выходе. Тихонал. Еще одна навесная передача. Мяч отбит. По-моему, там уже работал Самарана. И судья поднял флажок. Во всаде спартаковцы. Бергами держит мяч в руках. Пошло добавленное время. Я откровенно даже не посмотрел. Там судья добавил. Ну, Ромашенко готов был для перехвата мяча с фланга, который был подан. Ну, и обязан был этот мяч, конечно же, играть и Пальюка. Итак, первый тайм окончен. Ну, что ж. Я думаю, что все мы, конечно, довольны тем, как Спартак сражается. Вот. Имел возможность для взятия ворот. Что-то напоминало начало матча в Милане. С той лишь разницей, что практически всю игру так, как первый тогда 25-30 минут провел Спартак. Потом как-то все у него разговаривалось. Здесь выдержал в целом весь тайм. Но все-таки у меня, не знаю, как у вас, я просто к вам обращаюсь, остается ощущение, что Спартаку надо играть быстрее. Во-первых, и пас отдавать быстрее, быстрее работать с мячом. И передвигаться без мяча тоже быстрее. Вот это сумма скоростей и может привести спартавцев к успеху. Ну, обычно мы тут затеваем для вас специально интервью после первого тайма. Да, мы пока ждем, потому что пока дойдут и запасные, и те, кто обещал нам поучаствовать в нашей программе. И вот интервью готово. Я не вижу, кто это, но Алексей Андронов, специально работающий в этом жанре сегодня, тоже готов. И я передаю ему слово, а вам говорю на спасибо. И после перерыва мы встретимся. Рядом со мной один из тренеров московского Спартака Виктор Самохин. Виктор Сергеевич, первый вопрос естественный. Общее впечатление от первого тайма? Впечатление такое, что наши ребята имеют игровое преимущество. Главное, чтобы тот настрой, который передается от трибун, фантастический настрой, не потеряли ребята во втором тайме. И чтобы движение, то, которое они сейчас показывают, не пропало во втором тайме. Я думаю, что тогда будет положительный результат. То есть можно сказать, что первые 45 минут прошли с преимуществом Спартака? Я считаю, что да. Насколько выполняется установка, которая давалась на первый тайм? От А до Я, если можно так сказать. То есть даже те моменты, которые не реализованы были, вас не расстроили? Конечно, расстроили. Прекрасных три возможности было открыть счет, забить и у Тихонова, у того же Егора Титова. Но, к сожалению, пока вратарьми Интера играют хорошо. Бытует мнение, что итальянские команды все очень опасны, когда их прижимают к воротам. Они мгновенную контратаку проводят, может быть, одну даже за весь матч и используют ее. Вы будете как-то акцентировать внимание защитников на этом? Сейчас в перерыве Олег Иванович сделает какие-то, внесет корректировки. Я думаю, что главное, чтобы игра, которую показывают команду в первом тайме, не пропала. Последний вопрос. Все-таки первые 45 минут вселяют у вас оптимизм на вторые? Да. Спасибо. Продолжение следует... А для кого-то, может быть, это прослучит и как новость. Почему? Потому что не все с самого начала могли смотреть этот репортаж, а может быть, вот с первого тайма только. Итак, московский «Спартак» Александр Филимонов, первый, четвертый Илья Цынбаларь, капитан, Евгений Бушманов, пятый, Дмитрий Ананко, шестой, седьмой Василий Баранов, девятый Егор Титов, одиннадцатый Андрей Тихонов, четырнадцатый Максим Бузникин, пятнадцатый Мирослав Ромащенко, восемнадцатый Дмитрий Парфенов, двадцать четвертый Ротсон, главный тренер Олег Романов, повторяю, Илья Цынбаларь, капитан команды. Интер в воротах Пальюка, Джангука Пальюка, второй номер Джузеппе Бергоми, капитан команды, третий Франческо Колонезе, четвертый Хавер Дзанетти, пятый Фабио Галанте, девятый Роналдо, четырнадцатый Диего Симеоне, пятнадцатый Бенуакуэ, семнадцатый Франческо Морьера, семнадцатый Иван Самурана, девятнадцатый Пауло Соуза, Луиджи Симони, главный тренер, судейская бригада вся из Австрии, в том числе и запасной судья, Урс Мейер, главный арбитр этой встречи. Итак, 0-0. Спартак имел все-таки преимущество в первом тайме, имел возможности для взятия ворот, причем откровенные возможности. Имел преимущество даже, так сказать, вот в графическом изображении этой встречи. Ну, достаточно сказать, что он нанес шесть ударов по воротам в то время, как всего-навсего один, это Интер, и 56% Спартак, 44% в правоценном отношении преимущества было Спартака, и 14 минут чистого времени Спартак владел мячом, 11 минут только Интер. Ну вот, тем не менее, у Интера тоже были опасные моменты для взятия ворот, но они, наверное, все-таки были не столько созданы самим Интером, сколько нами самими, и больше не хотелось бы об этом вспоминать. Итак, ничья 0-0, вторая половина встречи. Матч вызвал огромный интерес, и практически олимпийский суден Лужники заполнен до отказа. Немного совсем свободных мест, но эти свободные места, значит, их, наверное, занимают те, кто там устроился на ступеньках в проходах. Итак, Спартак снова с мячом, 25-й номер, появился Николай Писарев в составе московского Спартака. Я все-таки полагаю, что он заменил Максима Бузникина. В первом тайме, комментируя состав команды Спартака, мы высказали, с сожалению, о том, что Писарев не совсем здоров. Ну, надо полагать, что на один тайм второй его хватит, и, может быть, замена будет как раз и кстати. В составе Интера замен нет, все те же игроки, и Писарев сейчас с мячом, справа Баранов. Писарев пока думает, что я всегда успею отдать Баранову. Баранов бьет левый издали, но не точно. В первом тайме пару раз, что называется, Пальюков действительно выручил свою команду. Да, ну и вот сейчас объявление по стадиону о замене, о котором я уже вам сказал. Звучат на русском языке объявления по стадиону и на итальянском. О замене приветствовали на итальянском языке и болельщиков из Италии, и болельщиков интро, прибывших на этот матч руководства клуба. И здесь же, так сказать, и состав команды тоже объявлялся на итальянском языке, так принято к тому же. И плюс сейчас атакует еще к тому же итальянская команда, и наши отбиваются. Отбивает мяч на Титова, Титов направо пасует Баранову. Баранов по диагонали на левый фланг Тихонову. Хороший пас получился, не правда ли? Еще одна диагональная передача Писареву. Тут решили продемонстрировать нам вот такого рода, футболиста Спартака, умение играть в пас на длинной дистанции. А дальше, дальше немножечко все случайно получилось. И в конце концов мяч рикошетом от Тихонова улетел за пределы поля. Джан Лука, Панюка, безусловно, безусловно, я бы даже назвал его громко, наверное, но все-таки героем первого тайма в составе интро, потому что вы помните, те, кто видел первую половину, в каких ситуациях он выручал свою команду, когда, казалось бы, уже деваться мячу некуда было. И, между прочим, о том же сказал и Виктор Самохин, помощник Олега Романцева, в интервью специально для нашей программы. Счет не открыт 0-0, удар издали, продоли на место центрального защитника Бергами. Бергами решил не рисковать, не отдавать мяч Пальюке, там был рядом Робсон, потому что. И борьба за мяч. Соуза теряет его. Ну-ка, тут надо уже пожестче было ногу поставить. Соуза с мячом, пас Роналдо. Роналдо направо. Длинная передача прямо в руки Филимонова. Ну, такие вещи иногда бывают. И кстати, чтобы вратарь вошел в игру, иногда свои отдают. А это Лыжи Симони, его помощники, это скамеечка запасных и командный пост Интернационале. С мячом Спартак, 0-0. Ну-ка еще, теперь уже падать, конечно, приходится. Перехватывает наш опять мяч, но судья на линии поднял флажок. Сделать надо было, конечно, арбитру, главному Урсу Майеру паузу. Не реагировать на, дать понять боковому, что все в порядке. Я вижу, потому что с мячом оказался Спартак. А таким образом, вот, уже идет и затяжка. Время не раз. Во-вторых, уже разобрались здесь игроки середины поля Интера и защиты. И взяли под контроль спартаковцев. Я высказывал свою точку зрения, что Спартаку все-таки надо играть побыстрее. Работать быстрее с мячом. И, конечно, не совершать вот таких вот глупостей, которые вот только что устроил сейчас Ананков. Побыстрее с мячом, побыстрее пассы. Двигаться самим побыстрее. И главное, не подпускать близко игроков Интера к себе. Все итальянские команды, игроки итальянского футбола очень здорово работают в отборе мяча. Надо отдать им должное. Когда-то мы славились этими качествами. Они были присущи исключительно нашему футболу, нашим футболистам. Но постепенно мы их утратили, позабыли о них. А потом для нас это все становится откровением. Бушманов с мячом. Титов был открыт. Он ему не отдал мяч. Пошел вперед. Дальше играет на мевый фланг Ромащенко. Ромащенко по диагонали навешивает направление Писарева. Илья Цынбаларь и Интер. Игрок Интера. Наши овладели. Мячом. Робсон. Пас. Писарев. Толчок в спину. Ну явный толчок. И судья рядом. Там самый быстрый и выносливый орбит. Лучше всех выполнил тест Купера за 12 минут. Там чуть ли не 4 километра пробил. Это мне сообщил Алексей Спирин, который отвечает за пребывание орбитров здесь. На этом матче. Даже устроил культурную программу. Кликнулись они на нее или нет. Я этого, честно говоря, не знаю. Ну и... Сказал мне о том, что вот такими физическими качествами, кроме чисто профессиональных, еще обладает и орбитр этой встречи. Ну действительно, орбитр хороший. Чего там говорить. Дает играть, но и строг. Дзанетти. Как-то не очень ловко ставил ногу в борьбе с ним. Баранов. На второй раз я повторяю то, что же о чем сказал. Пожестче надо было. Ну правильно сейчас сыграл поджентменский Филимонов. Выбил мяч за боковую, потому что вот соперник, видите, даже без бутсы на левой ноге. Сейчас будет оказана помощь. Получил повреждения. И естественно футболисты Интера отдадут мяч Спартаку. Выбросит вот сюда, по месту левого крайнего нападающего, туда в зону правой защиты до Спартака. И дальше там Спартак будет начинать свою атаку. Так как бы начинал ее, скажем, Филимонов, когда мяч к ним пришел и в руки. Ну так вот опять вспоминая первую половину встречи, надо заметить, что лишь один угловой Спартак при преимуществе подал в ворот соперника. В то время как Интер четырежды выполнял эти стандартные положения. Но они тоже ни к чему, в принципе, не привели, потому что вот то же самое, о чем я сказал. Видели такой вот прием? Мяч отдается Симеону. Симеон за боковую линию выбрасывает. И сейчас Спартак вводит мяч в игру из-за боковой. Парфенов бросает. Самурана подбежал сюда. Мяч у Баранова. Баранов отдает его Парфенову. И тот правильно делает сразу вперед, подальше. Баранов. Все закрыты наши, стоят. А я говорю, на скорости открываться надо уже предлагать себя. А так пас многие или куда-то в борьбу, это с итальянцами так не сыграешь. Класс. Ну а это не класс. Самурана отдает Симеоне. Симеоне замахнулся на право. Играет на коротке Самурана. Самурана подключает только атаки Коэ. Пас Морьеро. Морьеро в удобной позиции для того, чтобы сделать передачу. Но вовремя подставляет корпус Ананка. И Интер будет подавать угловой. Ворот Спартака. Я думаю, что вот о тех коррективах, о которых говорил Виктор Самокин в интервью нашему комментатору, работающему на этом матче в качестве корреспондента Алексею Андронову, пока что не возымели никакого действия, потому что Спартак что-то такое утратил. Хотя Самокин говорит, хорошо бы не утратить ту игру, которая была в первом тайме. Опасно? Бьет. Самурану. А как он оказался один? Ну, я ставлю вопрос защитникам Спартака. Каким это образом ему дали, зная его возможности, умение играть головой, дали такую возможность спокойненько и беспрепятственно пробить. Посмотрите, воротам. Да еще размахнуться. Смотрите, попади в угол. Мертвый мяч. Удар издали в дальний угол. Вот прямо прицеливался, да, вот так сознательно писарев, наблюдая даже краем глаза за Пальюкой. И мимо него в дальний прогрел, но не точно. Ну, вот примерно все то же самое. Тут ногой, там головой обменялись уколами соперники. Пальюка вводит мяч в игру. 0-0. Матч Спартак-Интер. Второй тайм. И все-таки Пальюка был готов отразить этот удар, если бы точно в ворота попал наш игрок. Робсон на левом фланге, а рядом Галланты. Я еще в первом тайме, уже так после, скажем, десятка-полутора минут игры, обратил внимание, что Галланты, как правый защитник номинально, все-таки сваливаются часто на левый фланг. И там уже нетрудно было заметить, что он искал и находил в конечном счете Робсона, который маневрирует по фронту атаки слева направо и наоборот. В центре оказывается, и даже бил поворотом в первом тайме. Очень здорово, но Пальюка спас свою команду от верного гола, казалось бы. И тем не менее, я пришел к выводу, что вот эти все рейды нашего игрока взяты под контроль Галланты. В атаке Спартак, пас налево Цимбаларю, в одно касание передачи Робсону, а тот очень сильно, может быть, от того, что его еще и по правилам там, и не без этого подталкивал соперник, не очень удачно отдал мяч под удар своему партнеру. И в этом же эпизоде Интер продемонстрировал очень слаженную игру в обороне, создавая искусственный офсайд. Ну-ка, Рутилимонов. Романцев сказал однозначно, отвечая на многочисленные вопросы журналистов, что против Рональда персонально играть никто не будет. Ни игры не было, потому что далеко был очень Бергоми. Желтая карточка, естественно, Галланты, который сшип нашего Робсона, игрока Спартака. И там очень глубоко сзади стоял в обороне Бергоми. Вот почему получилась такая глубокая атака московского Спартака. И очень хорошая возможность была у Робсона, который пошел прямо в лоб сразу по диагонали, закрывая мяч корпусом от Галланты. Пошел в лоб на Бергоми. Тот даже растерянно показывал руками, что-то там жестикулировал на помощь, наверное, кричал. Но вот закончилось тем, что сбили нашего игрока. И мы помним, как Цимбаларь Реалу забил гол примерно с этой же дистанции. Но сейчас он навешивает туда Тихонову. Тихонов головой мяч останавливает очень технично, отдает его Баранову. Баранов точным пасом в одно касание Коэ. Коэ отбивает мяч на половину Спартака. Бушманов справа игрок. Ну, что дальше? Дальше Бушманов пошел вперед. Робсон в одно касание пытался отыграть мяч Писареву. Не вышло. И Парфенов здорово. Ну, бразилец переодетый ты наш. Ну, вы знаете, как он здорово сыграл, а дальше скоростенки не хватило. Его догнал Дзанетти. Ну, молодец, Парфенов отбросил мяч Симбаларю. Ну, тот левый работает как клюшкой. Ну-ка, как буре клюшкой. Ну, вот, тигана. Вот правый все-таки хуже. Хуже и подачи не получилось. А теперь Саморана, отошедший в оборону, все-таки выцарапал у наших мяч, но и игрок Интера, по-моему, это сам Саморана, нашего затолкал и заработал штраф 0. 0-0. Матча Спартак-Интер в Лужниках на большой спортивной арене. Прямой репортаж на телевизионном канале НТВ и НТВ+. Арфенов, Баранов, Титов повыше, повыше согласны на направлении Тихонова. А судья, судья показывает, что здесь было нарушение со стороны Спартаковца. Голланд должен быть доволен, но все в порядке. Ну, может быть, недоволен тем, что мяч был у футболиста Интера, и, значит, атака могла тут продолжаться, а так мяч вернули в штрафную площадь. Олег Романцев, Виктор Самохин нервно курит. Мяч в игре. Рональдо. Симеоне. Ну-ка, 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 жестче, жестче, жестче. Ромащенко левой внешней стороной. Видите, не верит в своей правой, но получилось удачно. Титов. Пас быстро поперек поля. Да вперед, ну хоть немножечко, но вперед, и уже быстрее все. А пока вот перебирался, но я вот сразу уже увидел. Морьеро и Коэто отскочили назад. И уже лишних два игрока в центре поля. Вот нашему совету пока еще не вняли. Не знаю, насколько вняли они совету главного тренера. В таком случае пока что я бы не обозначил таким полуимущество ярким, каким оно было в первом тайме московского Спартака. Хотя Спартак чаще владеет мячом. Но все-таки, все-таки ищет, конечно, пути к воротам. Сейчас Китов с мячом идет вперед, приближается к защитнику, делает обманное движение. Бить неудобно. И удар носком в нижний угол. Опасный. Молодец. Молодец. Наш Ананка неожиданно оказался у штрафной площади. Его уже никто не атаковал. Но когда начал уже там попытки сближаться с ним игрок Интера, он носком без подготовки пробил. Очень хороший удар. Посмотрите еще раз. Китов. Пас Ананка. Тот на паузе ловит. И смотрит команда. И бьет, так сказать. Чуть-чуть даже подрезая как бы вот передней частью стопы мяч. Обводя, пытаясь точнее обвести вратаря по люку. Но ошибается. А Ананка уже на своем месте. Он рядом с Самарана. А Парфенов рядом с Роналдо. Тут же и Баранов. Но неподалеку и Дзанетти. Это все вот я смотрю в атаке у Интера. Ну, пас Цимбаларю высоко. Передача Рональдо. Тот подключает к Симеоне. Симеон очень здорово дает мяч на правый фланг. Навесная передача. Будет сейчас борьба за мяч. Удар. Мяч летит мимо. И Филимонов ведет мяч в игру. Это Симеоне. Так неожиданно ворвался. Штрафную площадь. И тут же возвращается назад. Ну, наверное, надо все-таки отдать должное. Интера не очень здорово разработали игру в обороне. Строго играет. Укол сделал Симеоне. Тут же вернулся назад. Ну, можно, конечно, использовать такие подключения в своих целях. В свою пользу. Удар поворотом. Но удар это поворотом. Скорее всего, прострельная передача, которая не догонит мяч Робсона. Я говорю о том, что такие вещи можно использовать. Когда игрок середины поля. Один или второй подключился. Атака захлебнулась. И если быстро вмести мяч в игру. Быстро пройти середину. Пасом ли или на скорости с мячом. Можно поймать соперника на своем численном превосходстве. На каком-то участке поля. Ну, Спартак. Спартак вот как-то так действует. Все по-прежнему в том же ключе, что и в первой половине встречи. А уже приспособился противники. Действует внимательно. Собрано. Очень дисциплинированно в обороне. Рональдо. Ананко. Мяч за пределами поля. 0-0 матча. Спартак. Интер. Филимонов. Ну, ну. Если уже отдавать, то четко, посильнее. Чтобы уже сомнений никаких не было. А зачем? Я не могу. Когда я это вижу, откровенно говоря. Да против таких еще соперников. Честно говоря, рыдать хочется. Уже научены горьким и горчайшим опытом. Ну, ладно. Так вот все тут получилось. Это Спартак. Я понимаю, какие-то такие особенно ретивые, рьяные поклонники оценят эту игру. Это опасно. Писарев с мячом. Пас вдоль. Ворот угловой. Милешин сейчас войдет в игру. Да, ну что, ясно, что Романцев усиливает. Свой атакующий, так сказать, потенциал, который на все 100 еще не работает. Поэтому вот Милешин, наверное, это должен сделать. Пас цимбаларю под правую ногу. Прострел цимбаларь вне игры. И замена. Игра остановлена. Значит, можно произвести замену. Баранова меняет Милешина. Замена знакомая. Параллели не хочу проводить и тоже вспоминать. Радный 0-0 пока. Спартак, Интер. Лужника на большой арене. Прямой репортаж на телеканале НТВ и спортивном канале НТВ+. Я думаю, что сообщу вам очень радостную новость. Очень радостно. Разрабатывается проект и должен быть воплощен в жизнь. И с февраля на спутниковом телевидении НТВ+. Будет открыт сугубо футбольный канал. 10-12 часов в день. Пиршество. А, кстати, пиршество и на спортивном канале НТВ+. Сейчас футбольное. Сколько угодно. Хоть отбавляй. А все мало. Откровенно. Настоящим поклонникам футбола. Нарушение правил штрафной. Самарана сбили. Сегодня на канале НТВ еще матч. Динамо Киев Арсенал. Понятно, да? Ночью обзор игр Лиги Чемпионов. На следующий день на спортивном канале НТВ+. В четверг очень много матчей Лиги Чемпионов. И повторы, и новые, и рассуждения, размышления, анализ. Все как полагается. Полный джентльменский набор. 0-0 Спартак Интер. Это Морьеро. Бергами, Бергами играет назад по Льюке. По Льюке останавливает мяч. И левой своей коронной отдает Рональду. Это тот не в офсайде, между прочим. Наши быстренько-быстренько бегут назад. Передача в штрафную. И хорошо тут опередили. Футболиста Интера. Это Вентола. Ну, сейчас начнется. Вентола. Лидер Интера в чемпионате Италии. Все по правилам. А упал 17-й Морьеро. Пас вперед. Набирает ход и идет туда Мелешин, вышедший на замену. Но быстро теряет спартаковцы мяч. Вот так раз потеряли второй, третий. И запал куда-то денется. А против этого соперника терять запал ни в коем случае нельзя. Этот соперник во всех ситуациях будет драться до победы. И замена. Вместо Роналда выходит Вентола. Я вам скажу честно. Это хуже. Лучше бы Роналда играл. Акционер Интера Роналда, совладелец великого клуба, покидает пределы поля. Значит, он получил в собственность часть из 70% акций, которыми владеет сама семья Морать и президента футбольного клуба. Ну, ожидалось, что он тут будет, конечно, биться как один из самых высокооплачиваемых игроков планеты. И, во-вторых, как совладелец одного из самых знаменитых клубов мира. Но, видимо, еще и Роналда не в порядке. Хотя в матче против Барри он, конечно, блеснул великолепной игрой. В то небольшое количество времени, которое он провел на поле. Пенальти сделал, сам забил и сделал второй группе. Ну, а Спартак отдает мяч Титову. Титов дальше еще на ход, но не очень точно. Цимбаларь потерял, но все получилось как нельзя. Лучше удар, поворотом, штанга, гол! Гоу! 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 Несчастье! Наконец-то должно же было нам губить. Тихонов мощно пробил дальний угол. Наверное, чуть-чуть дотянулся до мяча Польюка, потому что мяч, может, не показалось, коснулся руки. Ударился о штангу, отлетел, ударился опять о Польюку и оказался в сетке ворота. Видите, какой мощный удар. И вот мяч попадает в Польюку в плечо и отскакивает в сетку ворота. Польюка здесь ни при чем. Больше всех здесь виноват. И на все, скорее всего, на все 100% и Тихонов, и плюс. Немножечко фортуна. Без нее в футболе никуда. 1-0 впереди Спартак. Вот как выглядит фантастически совершенно стадион. Мы просто-таки красавицы. Еще и оттого он красавец, что столько спартаковских поклонников. Это все Спартак. И это все еще 15 миллионов. И мы с вами, и я немножко. 1-0 впереди Спартак. Фух. Так, чуть-чуть коснулся, я вижу, мяча Польюка. Но не настолько, чтобы изменить направление полета. Мяч ударился о штангу, о плечо и оказался в сетке ворота. Но не будем помнить о Вентоле. И вообще будем помнить о Унтере. Фактор гола имеет колоссальное значение. Для подъема духа. И, конечно же, он имеет значение и для команды, пропустившей гол. Часто команды эти собираются. И показывает чудеса. Пас в штрафную. Польюка предупредил своего игрока Бергами, что он выходит из ворот. Но Бергами, видимо, за шумом не слышал. Симеоне. Симеоне поставил корпус еще не на игровом расстоянии. Поэтому судья должен был такой опытный арбитр, который шаштит создать профессиональную судейскую футбольную лигу. Он сейчас должен был это определить, как опытный арбитр. Чтобы было нарушение со стороны Симеона. Но потом оно случилось. Чуть-чуть погрубее уже. Судья это зафиксировал. Есть вещи очевидные, а есть тонкости, в которых, конечно же, очень приятно, когда арбитры разбираются и реагируют соответствующим образом. Парфенов с мячом. Ну, опять тот вариант, о котором я говорил. Нельзя подпускать близко или подходить близко к мячам к сопернику. Тем более, что это спартаковская игра. Чуть-чуть подтянул на себя соперника. Он пошел на борьбу. На перехват. Оп! Отдай своему. Все отрезан, отыгран. Он сам выскочил в застанную сторону. Получи свободный мяч. И продолжайся. Цибаларь. Титов. Бушманов. Парфенов. Навес. Навес. И борьба. Робсон пролетел. Галанты ему помешали. Коэль. Морьера пропускал себе мяч на ход. Вот видите, как только чуть-чуть замешкался наш. И куза уже на ноге игрок. Ну, все-то хорошо получилось. То есть, Робсон, мяч барбрасывает себе. А тут Бергоми в подкате. Робсон молодец. Джентльмен. Перепрыгнул через ногу. Да, и могу попасть самому по ноге. Удар от ворот. Интер ведет мяч в игру. Интер вводит мяч в игру. 1-0. Впереди московский Спартак. Пальюков. На 70-й минуте второго тайма. Хихонов забил мяч в ворота. Галкипера. Интер. В этом матче три игрока получили желтые карточки. Я напомню вам. Коэ, Парфенов и Галанте. Матч продолжается с мячом Симеоне. Наших много у штрафной. Пас в одно касание в центр. Там Вентало. Вентало не успел обработать мяч. Он летает опять к игроку Интера. Интер идет вперед. Падает игрок Интера. И сейчас штрафной выполнит Интер. Ну, это Колонезе. Франческо Колонезе. И Колонезе и Галанте довольно часто в национальных чемпионатах. Особенно, когда жарко. Когда приходится отыгрываться. И в таких вот ситуациях они много-много-много раз подключаются, усиливая атаку своей команды. И даже забивают. Поэтому Спартаку здесь ни в коем случае не надо сбрасывать со счетов вот такие вот рейды защитников быть предельно внимательными. Вентало у мяча. Соуза. В конце концов, Вентало бьет поворотом. Гергомер отбивает. Пас вперед. Ну, вперед, ребята. Вперед. Пошире, пошире, пошире. Роксом с мячом. И штрафной желтая карточка. Ну, здесь не было еще фола последней надежды. Все понятно. Да, поэтому судья совершенно правильно показывает желтую карточку. Хотя публика реагирует на фолл последней надежды. А значит, красная у Фабио Галанте. Красная карточка. Фабио Галанте. Это Галанте сбил или Берген? Я могу ошибиться. Я приношу изменения. Секундочку. Надо, надо уточнить. Да никто никого не удаляет. Здесь еще раз смотрим. Вот он, Роксом. И Бергами его сбивает снова. Бергами. У Бергами нет желтой карточки до этого. Поэтому это первое. Так что удаления никакого нет. Это желаемое за действительность. Я вас понимаю, прекрасные мои коллеги. Удар поворотом. Ах ты как. Опасно, но немного не точно. 1-0. Переди Спартак. И наши быстренько отскакивают. Кто в оборону, кто в середину поля. А впереди остаются. Впереди остаются лишь Робсон. Да. Писарев. И замена в составе. В составе Интера. Это Пирло. Вместо Бергами. А капитанствует будет, конечно же, Пальюка. Пальюка. Теперь капитан команды. Бергами отдал ему повязку. Быстро-быстро бежит. Покидая поле. И благословляет. И благословляет, как капитан, ветеран. Выдающийся, безусловно, игрок. Интера. Магиканин. И он ушел. Пирло вышел. Это не что иное, как усилить атаку. Вентула, Пирло. Это молодые дарования Интера. Очень способные игроки. Чистолюбивые. Настырные невероятно. К тому же Пирло умеет играть в пас. Может отдать мяч и сам атаковать опасно ворота. Ну и в паре с Вентулой они представляют довольно серьезную силу. Откровенно говоря. 1-0 впереди Спартак. Отдает мяч. Нет вне игры. Писарев пас. Нет опять вне игры. Ну забивай. Ай-яй-яй. Вот он. Вот тот самый газон. Вот та самая футбольная поле, о котором я говорю. Мяч подпрыгивает в последнюю долю секунды. И уже изменить что-либо в положении ноги, стопы. Не в состоянии. Цимбаларь. Мяч летит выше ворот. Между прочим, в перерыве ровно 20 человек с ведрами песка. Посыпали святую футбольную землю здесь в Дужниках. Потом трамбовали. И вот видите как. Чуть-чуть. Достаточно было каких-то 2-3 миллиметров для того, чтобы мяч подпрыгнул неожиданно. И уже все. Удар вышел. Вот так и получилось. 1-0. Переди московские Спартаки. Значит, вот эти два десятка человек ходили по всему полю и утрамбовывали такими ступами деревянными. Футбольное поле Лужников. Ну, может быть, что-то и удалось сделать. Значит, в атаке Интер. Пас вдоль ворот. Ой, молодец. Какой молодец. И слава богу, не прочувствовал этого момента Иван Самаранов. Вот видите, 1 плюс 8. Вообще-то 18 номер. Но ему ужасно хочется иметь 9. А так как 9-й уже занят Рональдо, то, значит, вот таким вот образом остроумно пришли к компромиссу. 1 плюс 8. И 9, и 18. Ну, может, 18 на 2 разделить тоже полностью. 9 надо держать в уме. Надо все. Ну, вот Самаранов не прочувствовал момент и не поспел к этой передаче. Передача была крайне неприятной для наших ворот. Хорошо защитник там оказался. Отбил мяч на углу. Дальше вы все видели. 1-0 переди Спартак. Вот это все командный пункт. И Рональдо весь. Внимание, поглощен. Совладелец клуба Интер. Цанетти навешивает. Отбивает наш мяч на Писарева. Тут надо подержать мяч. Подержать. Спартак это умеет. Да ну-ка за... Зеленый. Невозможно просто. Все нервы здесь оставишь. Передача Цимбаларю. Цимбаларь. Ну, этот на встречном движении. Левый красавец работает. Потрясающе. Ну так, ребят, не спешите. Я вас умоляю. Мне игры нет, потому что застрял Паула Соуза в обороне. И сейчас Титов приближается к ним. С мячом бьет. Поворотом в дальний. Нет, или в ближний. В дальний. Я уже тут, честно говоря, не понял. Но опять Пальюка. Пальюка спешит. Помогает спартаковцам установить мяч. Не упоря. Вот посмотрите. Да, в ближний угол. Ну, что тут задумал Титов, я так понимаю. Он двигался в центр. И полагал, что и Пальюка будет двигаться в центр. И мог поймать этим ударом. Так полагал Титов на встречном движении. Но забыл, что Пальюка сегодня в большом порядке. Удар издали мимо. И он парировал этот удар. Вот удар в дальний, наверное, был бы лучше. Но это уже, так знаете, тонкости такие. Смакование и желание такие высшие. Собственные. Пальюка изо всех сил поддерживает московский «Спартак». Мы тоже. Интер, конечно, сейчас похватился. Пирло отдает в центр. Пошел вперед игрок. Его, конечно, может быть и подтолкнули. Но судья не заметил этого. И вот такая вот вдруг потеря мяча. Колонеза, центральный защитник идет вперед. Сам поскользнулся и упал. Ну, не надо возиться подальше. Выноси мяч. Выноси мяч подальше. Ну, понятный, да? Танец, индейский танец Ивана Самурано, который продемонстрировал сейчас, доказывая арбитру, что было нарушение правил наоборот со стороны «Спартаковца». Ну, там не было нарушения. Иван, товарищ Грозный, ты не прав. Ромащенко сильно бьет вперед. Здесь один вариант, один рецепт. Это первое. «Спартаку», получив мяч, не спешит. Лучше здесь не обостряя, передернутый лишним пасом в центре, открываясь и заставить побегать соперника без мяча, таким образом, немножечко остудив его энтузиазм. 1-0 впереди «Спартак». 1-0. Ну, и время есть еще, времени многовато. Пирло у мяча, 5 игроков и 6-й побежал «Интеров». Попадает в стенку Пирло, отбрасывает мяч поперек. Поля, ну-ка, в падении жестче. Ну-ка, давайте, ребята, пас Робсону. Не спеши. Давай пошире, 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 пошире. Вперед Робсон. Натягивая на себя защитника. Давай пас налево. А то дальше, дальше, дальше. Не очень здорово было сыграно. Или подрезая мяч уходящим ударом от вратаря в штрафную. Или уже надо было лупить, что есть силы по воротам. Лиджи Симони. Весь в игре. Пас. Морьеро. Еще одна. Коэ. Коэн делает навесную передачу. Правильно. Все правильно. Ну что же, игра приобретает несколько и неорганизованный, и уже заметно нервный характер. Игра пошла простая. Филимонов. Молодец. Ну, Цимбаларю можно выбросить и на коротком расстоянии. Знает, что с мячом делать. Вне игры. Ну что ты показываешь? В момент-то удара не было же вне игры. Вот-вот. Вот беда всех боковых сил. Всех. Без исключения. Фиксирует вне игры, когда уже мяч прилетел к игроку, который, естественно, выдвинулся вперед и оказался за защитниками соперника. Молодец. Хорошо сыграл Бушманов. Просто хорошо. Не спеши. Не спеши. Не умоляю. Тихонечко, спокойно. Подержите мяч. Пас вперед. Робсон. Проверю, что у Робсона с карточками здесь. В этой игре вроде не было. Желтые у Кое, Парфенова, Галанте и у Бергуми. Пирло. Навес. Это Галанте пробрасывает мяч туда, в штрафную, а там вне игры. Судья на линии фиксирует. В штрафной площади Спартака. И вот видите, Усмайер показывает, что туда вот подальше, подальше туда. Ну, это тоже хорошо, что он показывает. Значит, есть возможность немножечко потянуть время. И Филимонов бьет сильно. Борьба должна быть. Борьба обязательно. Молодец, Робсон. Тут немножечко на расстоянии выиграл Колонезе. А Колонезе сейчас тоже вперед. Неудачно причем. Ребята, жестче, жестче, ребята, жестче. Ноги, кстати, это Семеновна. Удар поворотом. Подставлена нога, рикошет. Угловой справа будут подавать украинские футболисты. Пирло здесь, Симеоне. Побежал в Галанты. Я вижу Колонезе. Может быть, Галанты останутся все-таки в центре обороны. Достаточно будет Колонезе. Там Иван Самурана. На лесная передача будет борьба за мяч. Выходить нашим быстро надо. Быстро из штрафной площади на самую линию. Они таким образом собирают глубину атаки. Но хорошо, что Пирло и его партнер друг друга не поняли. Занетти я имею в виду. Он сейчас в Занетти уходит на место левого защитника. Филимонов вводит мяч в игру. 1-0. Впереди Спартак. В матче против Интера. Ребят, держитесь, умоляю. Держитесь, держитесь. Сильный удар. Тихонов отошел назад. Все в оборону. Все в оборону. И спокойно, только никого не трогать. Перям перед огромным. Так, спокойно. Опять-таки не спешите. Прошу вас. Хорошо. Слева Тихонов. Пас ему только вперед. Молодец. Баларь. Еще Робсон. Робсон. Получает мяч. Тихонов за спиной у него открывается. Получает ответный пас. Сейчас будет Финт. Дальше некому вроде бы отдавать. Перевод мяча дальше туда. Парфенову. Парфенов переделает обман на движение. Ну, бей левой. Ах ты, успел подставить ногу. Пауло Соуза. Он уже играет на месте центрального защитника. Вместо Бергами. Пас под удар Цимбаларю. Тот мяч обработал. Решил не бить. Прострельная передача. Брависсимо. Брависсимо Пальюка. Все. Угловой наше подойдет. Дальше смотрите. Что сотворил этот голкипер. От своего мяч отлетел в ближний угол. Он уже среагировал на удар в дальний. Успел себя переложить. И спас свою команду. А 2-0 идите закуривайте. Нападение на вратаря было. Скорее бы конец. 1-0 впереди Спартак. Пас Пирло. Пирло на правый фланг. Там Вентал рванулся по месту правого края. Не получилось. Удар на свободное место. Побежал Пальюка. Он был раньше у мяча. Хорошо играет ногой. Отпевает мяч. Занетти, Занетти. Сам себе дает пас на хоп. И останавливается. Симеоне. Где Филимонов? Молодец, красавец. Врезал как следует. Чтобы не... Это я приветствую. Хотя вы знаете о том, что я не вавра, не террорист. Я всегда критикую голкиперов за то, что они выставляют сознательно колено. И могут нанести страшные удары, травмы вратарям. Но здесь Филимонов работал как настоящий джентльмен. Он парень очень сильный физически. Но и игрок, видимо, уже шел тоже вабанг. Не видел выходившего нашего голкипера. И вот они, смотрите, столкнулись. Нет. И, между прочим, Морьеру видел. И он сложиться успел. И голову выставил вперед. А наш нет. Вратарь. Потому что у него была только одномысль. И одно желание. Отбить мяч подальше. Ему это удалось. Ну, я очень молю, чтобы все было в порядке. Все нормально. А того вынесли. Ну, я думаю, что и тот войдет в игру. Вот у Франческо Морьеру. И за боковой бросает Интер. Что там остается, я даже не знаю, откровенно говоря, до окончания матча. Нарушение правил со стороны Спартаковцев. Неподалеку от угла штрафной. Сейчас там соберется большая толпа игроков. Там будут наверняка все наши. Я вижу, и Писарев побежал. И точно. Все на линии 11-метровой, воображаемой вдоль линии штрафной площади. Выстрелились. Вот навесная передача. Опасный момент. Гол. 1-1. Все. Симеоны. Что я вам говорил. 1-1. 89-я минута. Что играть будут до конца. Глаз до глаз. За любым. Игроком. Взяли и побежали. Штрафную. Во вратарскую. Смотрите. Вот он разбегается. И все побежали нашей толпой. Что и надо и атакующей команде. Здесь железное должно быть слово вратаря. Не ходить. В момент удара можно было, если умело, знаючи, и это отработано, дружно выйти. И сразу 5 игроков не идут. Побежали туда. Вратарю выйти невозможно. Толпище народа. И сами не разобрались, кого же там держать. А Симеонов вылетел из-за спины и оказался один там. И никто не помешал. А мы размышляли на тему, что каждый из них из хавбеков может забить. Вот это и произошло. Мы же знаем хорошо игру этих команд. Мы транслируем все игры итальянского чемпионата на спортивном канале НТВ+. Пусть увидим в таких делах, как характер и борьба, они все как один похожи друг на друга. Как близнецы. Если посмотрите отчеты о матчах, в любом матче, как правило, увидеть обязательно гол на 90-е минуты. Ну, тут на 89-е минуты. Ну, есть добавлено время, замены, остановки. Жаль. Не хватает собранности. Такой настоящей, профессиональной собранности до конца. Ну, давайте, подавайте угловой. Может, ничего-нибудь еще получится. Матч заканчивается. Наши пытаются разыграть. Это так. И... Цимбаларь. Пас Парфенову. Навес. Ну-ка, кто там? Вне игры. Стоп! Удар от... Что тут? Вне игры? Вне игры? Ну, наш-то был за линией ворот. А когда мяч уже туда улетел, наш вышел из-за линии. А поэтому вне игры нет. 1-1. Пальюков вводит мяч в игру. Сильно бьет. Мяч уходит за пределы поля. Штрафной Спартак выполнит. Ирла мешает. Судья направляется. И успокаивает и спартаковца, и итальянского игрока. И сейчас будет Илья Цимбаларь туда набрасывает мяч в штрафную. Вот посмотрите, как стоят игроки итальянской команды. И никто назад не отходит. Ну, правда, не получается удар у Цимбаларя. Рискованный пас. И Цимбаларь вынужден. Ну-ка, давай, давай, давай. Теперь с Филимоновым надо было. Даже чуточку раньше почувствовал, что именно пас будет туда-назад. Удар. Вне игры нет. Можно играть. Показывает судья на линии. Вентола у мяча. Солза. Удар поворотом. Это бил Самарана. Самарана тут же отскакивает назад. Бросает Филимонов. Робсон. Робсон играет вперед. Да, и нарушение правил. Штрафной и желтая карточка. Нет, судья было полез в кармашек за карточкой, но потом решил уже под конец матча не наказывать. Еще раз надо вводить мяч. Ну, вот тебе надо. А время летит. Замена. Вся штука в том, что замена. Я, видимо, давал свисток. Сильвестр выходит вместо Морьера. Ну, Сильвестр защитник. Так что сейчас тут назад, быстренько укрепляя оборону. Вентола остается впереди на месте центрального падающего. И добавленное время уже, я полагаю, истекает. Так что это такие хитрости маленькие. Но все-таки Сильвестр прямо как Карл Льюис двинул туда на 11-метровую отметку. Сейчас будет навес и борьба за мяч. Китов выпрыгнул высоко, не достал до мяча. Еще из-за боковой спартаковцы ведут мяч в игру. Четвертая минута добавленного времени заканчивается. И я повторяю, я не смотрел на время совершенно. Вот и свисток. Финальный ничья 1-1. Ну что, в двух словах буквально. Спартак молодец. Честно, молодец. Несмотря на то, что пропустил гол на последних минутах этой встречи. А мог и выиграть. У меня нет ни одного даже слова, буквы нет, которую бы я взял и бросил как упрек в адрес московского спартака. Но профессионально надо быть профессиональным до конца. Вот Интер это как раз то самое. Ну что ж, на этом мы закончим наш репортаж из Лужников. Большой спортивной арены. Я благодарю вас всех за внимание. Болелую за то, что вы так болели и поддерживали нашу команду, любимую команду, народную команду. Всех исключительно заработаю в организации этой трансляции. Репортаж вел Владимир Маслаченко, телекомпания НТВ и спортивный канал НТВ+. Всего вам самого доброго.